Здравствуйте, дорогие друзья! С наступлением холодов мы вспоминаем лето. Хочется возвратиться хотя бы мысленно в то время. Наша передача позволяет вернуться в те счастливые дни и еще раз насладиться рыбалкой. Действительно, прошедшее лето выдалось рекордно жарким. В те знойные июльские дни многие пытались вырваться из пыльного плена раскаленного города на пляж, на реку. В один из таких дней и мы не упустили случая уехать подальше из Якутска. Невзирая на дальность маршрута, переправу через могучую реку Лену, ухабистую дорогу, немалые затраты на горючее и прочее, мы отправились на вожделенную Амгу. На берег реки, к месту, мы прибыли только поздним вечером. Всю ночь с нетерпением ожидали рассвета, чтобы скорее приняться за спиннинговую ловлю. Взошедшая луна привела нас в изумление и неописуемый восторг своей полнотой и громадностью. Таких размеров, кажется, мы не наблюдали никогда. С раннего утра началась рыбалка. Но, к нашему сожалению, клев оказался не таким активным. За все время нашего пребывания на реке погода менялась каждый день. То жара, то гроза, то ветер, то мелкий дождик. Редактор субтитров А.Семкин Аммаута сэрдык раз, аммаута сэпселас, что по-русски означает «Амгинская вода прозрачна, чиста и тепла». Так поется в известной песне Ольги Ивановой, знаменитой якутской певицы. Субтитры создавал DimaTorzok Мы буквально не выходили из воды, окунаясь в ее прохладные струи всякий раз, когда солнце нещадно полило наши тела. Каменистый грунт местами заросли водной растительности создают трудности при использовании тяжелых приманок. Происходят зацепы и крючок блесны порой выдирает кусочки травы, а это пустые проводки. Ядовитое зеленого цвета. Смена приманок, использование то колебалок, то вертушек, воблеров и различных джиговых снастей приносили нам только случайную удачу. Впоследствии нам пришлось сделать вывод, что наиболее уловистыми и эффективными были все же блесны вертушки небольших размеров и использование, соответственно, лайтовой снасти. А вот редкий случай поимки небольшого язи. Идеи! Идеи! Идея! А сейчас постоянный эксперт нашей передачи Данил Ефремов расскажет нам, какими снастями надо пользоваться на спиннинговой рыбалке на реке Амге. Черный хлеб А за яльцами окуня, щука может быть. Почему ты прикормил? Это цель какая? Цель прикормки для того, чтобы подошел и лед, и вся другая мелкая рыба. А за мелкой рыбой обычно подходят хищники, окуни, щуки. Это в любом случае как-то привлекает, да? Привлекает, ага. Спиннинг такой углепластиковый, катушка. Рукоятка пробка. Седона двухтысячная. Рукоятка пробка. Для того, чтобы удобно было держать. Так. Вот. Блесна с поводком, если щука клюнет. Вот. Блесна двухлепестковая. Один лепесток медный, второй вот белый. Ну да, никелированный. Такие вот блесна, они, в принципе, идут и на щуку, на окуня. И ленок неплохо их берет. Вот сейчас попробуем. Они называются, иначе еще, тандемы, да? Тандемы, да. Ага, тандемы. А леска какая? Леска плетеная. Тонный. Ага. Плетеная 0,16 тонкая, чтобы... Можно было далеко закинуть. Поводок стальной, покрытый нейлоновой обмоткой. Нейлоновой обмоткой, поводки я сам делаю, покупаю отдельно. Вот эти вот вертлюги, карабинчики. Ну и вот зажимаю такими вот трубочками, они тоже продаются в магазинах. Так, надо будет поменять блесну. Вот, я обычно использую пенал школьный, он очень удобен с собой таскать. И вот в этих отсеках у меня вот такие вот блесны. Сейчас я вот поставлю блюфокс, однерку, с черным лепестком. Считаю, что летом они хорошо работают. Вот интересная блесна вот такая вот из трубки. Это ручка. Она шумовая. Видите? Полая. Сам сделал. Ага. Ну, щука берет на нее неплохо. Так. В другом отсеке у меня светлые и блесно-белые. Вот поводки. Вот это вот очень неплохая блесна, но она на глубине хорошо работает. Это люзакс мемсовский. Ну, и вот Блеттон тоже хорошая блесна. Она на... Блеттсерская? Нет, она французская. Она на этих... На насосе основном личных идет. Вот это вот Аглия тройка. Ну, и вот остальные. Такие вот колебалочки есть. Мелкие. Это на некрупную рыбу у меня. Как раз по Амге. В Амге. В осени только попадается хорошая, я думаю, крупная рыба. Для разнообразия приходится прибегать и к поплавочной удочке. Но, как ни странно, ни плотва, ни елец на удочку не клевали. Зато такая снасть, как закидушка, показала себя очень эффективно. Несмотря на то, что у нас были дождевые черви, они оказались невостребованными. Бесчисленные стайки мелких рыбешек, которых мы определили как речных галианов, представляли собой отличную наживку для закидушки. Кастрюлю или миску ставили на дно у берега. Она сразу наполнялась гальянами, норовившими полакомиться остатками пищи на стенках посудины или накрошенным хлебом. Надо только ловко и быстро вытащить ее. Вот и достаточно живца для закидушки. Нацепляя на крючки грозди мальков, забрасывали снасть. Результаты ловились. Только окуни хороших размеров. Данил хозяйственный мужик. Прихватил с собой портативную коптильню. Металлическая коробка небольшого размера. Две решетки вниз. Стальник ложится в листе. И рыба на эти решетки. Спора и умеющий выпотрошив рыбу, немного посолив ее, оставил на полчаса. Разведя костер, наш повар приготовил окуня горячего копчения. Далее, пока не... Звук писяки. Потому что снойнае снасть, не говорила в том, что но и не мог. И на фонде. Используйте комфортив. Ага. Комфортив. Комфортив. Ага. Комфортив. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такой способ ремонта все же помогает на некоторое время. Продолжение следует... Мы отправились на поиски этой ягоды, но, увы, наши старания оказались напрасными. Местные нам говорили, что прохладное начало лета и жаркий и засушливый июль плохо сказались на урожае земляники. Но на противоположном берегу, говорят, можно было собрать эту сладкую ягоду. Продолжение следует... Продолжение следует... К концу рыбалки подведем некоторый итог. Послушаем резюме бывалого рыбака. Честно говоря, мы что-то в этот раз неудачно попали на Амгу. Стояла жара, вода в реке теплая, ни ленок, ни хариус особой активности не проявляют. Не видно, что они даже играли, выпрыгивали, кормились. Потом мы видели много снулой рыбы по берегам. Это в основном ленки и хариусы. Видимо, от жары они заснули. Когда вода теплая, то насыщенность кислородом падает. Они задыхаются от того, что кислорода в воде маловато. Они обычно стоят на таких перекатах, где все-таки вода перемешивается, аэрация хоть какая-то происходит. Но что-то на этом перекате нам ни один лечной лосось не попался. Попадают в основном окуни и ельчики. На Амге, надо сказать, что вся рыба очень такая упитанная, хорошая, которая нам попадалась. То есть кормовая база на самом деле неплохая. На уху поймали, на копчение поймали. Так что, в принципе, без рыбы-то мы и не остались. И язь попался еще, да? И под язг один попался небольшой. Маленькая хитрость. Пластиковая бутылка, когда наливаешь горячий чай, начинает плавиться и скукоживаться. А вот здесь такая хитрость. Опять же, от Ефремова. Окунаешь бутылку в воду. И заливаешь горячий чай туда. Тогда она не деформируется. Остается целенькой. Чай нам в пути сейчас понадобится, поэтому мы записаемся. Заливаем сваренный чай в бутылочки. Вот так вот. Он сказал, ладно, точно, пусть они кажутся. Вот несознательные люди оставляют за себя мусор. Тут ты не закопаешь, конечно. К нашему большому стыду и негодованию Некоторые отдыхающие оставляют на берегу кучи мусора. Это кощунство засорять в красивейшую реку. Прибрав за ними, мы, надеемся, сделали небольшое полезное дело в защиту природы Амги. Делайте, как мы, а еще лучше не оставляйте мусор после себя. В наших передачах мы не раз обращались к теме рыбалки на этой известной всем якутянам реке. Мы уверены, что в будущем вновь и вновь будем возвращаться на Амгу реку и постараемся показать вам, дорогие телезрители, ее неповторимую красоту. Чистота ее вод, течение, то стремительное на перекатах, то плавное на широких плесах, разнообразие береговых ландшафтов, золотые скалы, обширные, благоухающие цветами и травами луга. Амга притягивает к себе, как магнит, каждого человека, который хоть раз побывал на ее берегах или сплавлялся по ней на лодке. Подстать настроению, когда мы уезжали, стал накрапывать унылый дождик. С чувством сожаления и грусти покидали мы эти красивые места. До встречи, Амга! И вам, дорогие телезрители, мы скажем до свидания. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok